Саратовские лодочники возмущены тем, что до сих пор не решен вопрос с их переездом. О своих мытарствах они рассказали журналистам на лодочной базе «Маяк». Это спуск к Волге с улицы Вольской. Напомню, вопрос с переездом стоянок возник в связи со строительством новой набережной, а теперь и с началом берегоукрепительных работ. По словам владельцев лодок и катеров, им предложили как минимум три места для новой базы. Зеленый остров, поселок Юриш и берег Волки в районе улицы 2-я Садовая. Лодочники были согласны на любой вариант и даже оформили необходимые документы. Однако ни одно из мест к переезду не было подготовлено, говорят активисты. В итоге второй год неизвестно будущее 14 саратовских лодочных баз. Это более тысячи владельцев маломерных судов. Мы хотим решить все вопросы в правовом поле, потому что в течение полутора лет, которых нам обещали, могли бы уже давно благоустроить эти участки, и мы бы приехали до 2-й Садовой, и освободилось бы место и строить, и не хочу. Но эти участки за полтора года не были подготовлены. Между тем, рядом с лодочной базой «Маяк» начались берегоукрепительные работы. В минувшие выходные к Саратову причалила баржа, груженая щебнем. Водолазы ведут подводную съемку мест, которые предстоит укрепить. Работы осуществляет компания «Подвод речь строй», известная проектами в Волгограде и Астрахани. В Саратове задача строителей – укрепить свыше километра берега Волги от улицы Вольской в сторону заводского района. В данный момент работы ведутся на двух участках – улица Вольская и улица Дегтярная. Отсыпаем щебень, работает плавкран. Второй плавкран 16 тонн у нас находится на погрузке щебня, то есть еще одну баржу отсыпаем. Таким образом ведутся работы. На Дегтярной ведется установка армокаркасов под заливку стены. Точных сроков окончания работ строители не называют, в том числе потому, что пока не знают, как быть с преградой в виде лодочной базы. Строители не исключают, что в случае необходимости берегоукрепительные работы будут вестись и в зимнее время. Субтитры создавал DimaTorzok